МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии. Юлия Важенина сегодня в выпуске. Новые клиники. Глава Чуваши проинспектировал ход строительства ряда медицинских объектов. Единицы из цветов, клумба с логотипом Первого канала появилась у монумента Мацери в Чебоксарах. Как отказаться от сигарет в столице Чуваши отметили день без табака. Под контролем в Чебоксарах продолжается строительство двух медицинских объектов. На финишной прямой работы в новом здании центральной городской больницы по проспекту Ленина. А на улице Гладкова пока возводят второй этаж стационара детско-инфекционной. В стройплощадке проинспектировал глава Чуваши. Пять этажей и более 16 тысяч квадратных метров на месте бывшей поликлиники, электроаппаратного завода и роддома. Надопрофильная городская больница по проспекту Ленина построена уже на 60%. Медицинский комплекс в центральном районе столицы. Это не просто удобство и комфорт. Так решается историческая проблема, отметил глава региона. Наша задача улучшить удовлетворенность населения от качества оказанных медицинских услуг. А самая главная наша задача, задача наших органов власти, задача медицинского сообщества, задача жителей продлить свое долголетие, продлить свою жизнь. Это очень важно. И каждый должен следить за своим здоровьем. В новой больнице пациентов будут принимать как врачи первичного звена, так и узкие специалисты. Там также планируют разместить отделение функциональной диагностики, восстановительного лечения, клиника, диагностическую лабораторию, женскую консультацию и другие подразделения. Второй этаж отдадут под детскую поликлинику. Мощность медучреждения рассчитана на 500 посещений в смену. Дневной стационар на 35 коек. Сейчас остались внутренние работы, тротуар, автомобильная стоянка. Но пока не решен вопрос с подведением коммуникаций. У нас единственная с коммунальными технологиями проблема. Пока они выдвигаются трех узлов, пока не сделали. А нам, чтобы объект сдавать, нужно. Объект мы к новому 2020 году введем. Это, соответственно, могу сказать. Все во благо людей, все на улучшение благосостояния жителей и гостей Чувашской республики. Генподрядчик поликлиники строительно-монтажное управление 115. Он же возводит и стационар детской инфекционки на улице Гладкова. Трехэтажный пристрой на 4600 квадратных метров. В действующей больнице 140 койко-мест. И этого недостаточно. После строительства нового корпуса к ним добавится еще 50. Изменится и качество оказания медицинских услуг, отмечает министр здравоохранения республики. Мы развиваем диагностическую базу, ПЦР-лаборатория, вместо наших детских инфекционистов, для того, чтобы пациент поступил, и в течение дня мы могли поставить диагноз. Понятно, дальше мы совершенствуем реанимационную службу, все наработки, оборудование, технологии, которые сегодня есть, мы их будем привлекать. Ну и, конечно, в рамках национального проекта здравоохранения 10,8 миллиардов будет вложено в здравоохранение Чувашской республики и в приоритетах проектам по оснащению детских отделений, детских поликлиник. Оба объекта должны быть сданы в срок. Ход строительства на постоянном контроле. Дмитрий Ковалев, Татьяна Трофимова и Бахтияр Велиев. Республика. К концу этого года в республике построят и введут в эксплуатацию 16 новых детских садов. Уточнение внесли в паспорт проекта, направленного на развитие дошкольного образования. Эти и другие вопросы сегодня рассмотрели на заседании Совета по стратегическому развитию при главе Чувашей. Детские сады запланированы и в городах, и районах республики. В Чебоксарах, Цивильске, Новочебоксарске, Канажском районе и других. 16 объектов, по словам министра образования Сергея Кудряшова, откроют до конца года. Еще один в Чебоксарском районе. Пока там ведутся переговоры с застройщиком, который просит дополнительное финансирование для выравнивания местности. Детские сады возводят в рамках национального проекта. Михаил Игнатьев напомнил, что прошел ровно год с подписанием президентом России майских указов, которые предполагают реализацию во всех регионах национальных проектов, таких как демография, здравоохранение, образование и другие. Всего их 11. Общая сумма финансирования Чуваши из всех бюджетов на ближайшие 5 лет более 77 миллиардов рублей. Мы сейчас тоже в муниципальное образование будем выезжать по тем объектам, инвестиционным характерам, по капиталке, по дорожному хозяйству. Будем отслеживать, насколько вся управленческая команда по реализации этих мероприятий направлена на получение результата и получение главного состояния жителей Чувашьей республики. На этот же результат нацелены и другие проекты. В сфере здравоохранения средства направят на оборудование и ремонт больниц. Жилье и городская среда предполагает строительство многоквартирных домов. К малому и среднему предпринимательству на селе благодаря госпрограммам привлекут не менее 350 человек. Это скорректированный сегодня целевой показатель 2024 года. Здесь больших рисков мы, Михаил Васильевич, не видим, кроме этих 81 миллиона рублей. У нас еще есть действующая программа поддержки фермеров, около 250 миллионов рублей предусмотрены там. В целом, я думаю, все районы справятся, просто перекосы могут быть в некоторых районах. То есть некоторые создадут больше мест, некоторые меньше, но в целом результаты, цифры будут выполнены. Что касается благоустройства дворов и городских зон отдыха, на них в этом году выделяется рекордная сумма – почти 500 миллионов рублей. Благоустроить планируют почти три сотни объектов. Михаил Игнатьев обозначил срок выполнения всех работ – до 1 ноября. Ирина Волкова, Андрей Спиридонов, Республика. Михаил Ломоносов, Владимир Высоцкий, Андриан Николаев и другие. Сегодня Владимир Путин подписал указ о присвоении имен наших великих соотечественников 44-м международным аэропортом России. Среди них и воздушная гавань Чебоксар. Имена, которые присвоили аэропортам, россияне выбрали сами в рамках проекта «Великие имена России». В бюллетенях, которые распространяли волонтеры, и на специальном сайте жители страны голосовали за предложенные варианты. Проект стал по-настоящему народным. С 8 по 30 ноября в голосовании приняли участие почти 5 миллионов человек. Изначально в списке вариантов для Чебоксарского аэропорта было 15 имен. В финал вышли трое. Это всемирно известный офтальмолог, создавший искусственный хрусталик Святослав Федоров, просветитель, основатель чувашской письменности Иван Яковлев и первый чувашский космонавт и третий космонавт в мире Андриан Николаев. Именно он стал безоговорочным лидером. Отныне Чебоксарский аэропорт будет носить имя Андриана Григорьевича Николаева. Подведены итоги конкурса проектов по федеральной программе развития малых городов среди победителей Ядрин. Предлагаемый им проект реконструкции центральной части города получит финансовую поддержку в размере 40 миллионов рублей. Какие преобразования ждут главную улицу и площадь, рассказали журналистам республиканских СМИ. Ядрин – типичный российский провинциальный городок, бывший уездный, а ныне районный центр. В разное время здесь жили известные купцы и меценаты Таланцевы, доктор Константин Волков, из Ядрина родом знаменитый Тюркола Кошмарин, актер Мордвинов. Словом, здесь что не дом, то история. Так что перед жителями стоял нелегкий выбор, какой из городских уголков облагородить в первую очередь. Что у нас планируется в рамках вот этой концепции? Это строительство, получается, дороги будет уже одностороннее движение с устройством парковок, с устройством пешеходных зон, тротуаров, велосипедных дорожек, с устройством будет деревья, будет очень много зелени. И у нас есть несколько знаков элементов. Это у нас площадь Победы, которая будет реконструирована, которая превратит совсем новый облик. И такая интересная вещь, мы от улицы выходим к набережной. Чем, наверное, нам и помогла еще выгодить, победить, потому что у нас будут такие панорамные качели, сделанные как древо жизни, которые, качаясь на них, люди могут увидеть нашу реку Суру и нашу всю набережную. Сохранить местный колорит и чарование старины, и в то же время сделать город более комфортным, так представляют себе конечный результат и жители, и муниципальные власти, и Минстрой Республики. Здание почты, оно будет приведено в соответствующее состояние, будут отреставрированы фасады этого здания. Прилегающее благоустройство будет у нас заменено полностью. Появятся интересные объекты малых архитектурных форм, пешеходные улицы, включится данная территория, изменится транспортная схема, то есть не будет столько у нас транспорта, который стоит на газонах. Все будет приведено с высокими градостроительными требованиями. В проекте благоустройства качели на набережной. Аттракцион станет архитектурной и духовной доминантой набережной Суры. Они будут располагаться на две стороны, на улицу и на реку. Качели будут выполнены из окрашенного бруса и будут представлять собой образ раскидистого дерева с подвесами. В общей сложности из федерального, республиканского и местного бюджетов на реконструкцию и ремонт поступит 50 миллионов рублей. Помимо эстетического, от проекта ожидается и экономический эффект. В торговых точках, которые здесь откроются, создадут 20 рабочих мест. Финал 21-й конференции научного творчества учащейся молодежи «Юность Большой Волги» прошел сегодня в Чувашском государственном университете имени Ульянова. О темах исследований конкурсантов Ольга Пырочкина. Физика, химия, биология, искусствоведение, медицинские науки. Всего 11 направлений со своими секциями и подсекциями. В этом году на отборочный тур конференции «Юность Большой Волги» подали 400 работ из Чувашии и Оренбургской области. В финал вышли 289 самых лучших по итогам конференции образовательных организаций и второго отборочного этапа рецензирования. Доклады финалистов всех направлений начинаются одновременно. Выбрать одно оказывается сложно. Однако на секции «Чувашия. Культурное наследие» наша съемочная группа замечает среди участников сотрудника национального радио Алексея Александрова. Решаем остаться здесь. Алексей учится на факультете русской и чувашской филологии и журналистики и параллельно в музыкальном училище. В своей работе он изучал разные шаблоны плача и невесты. Это особый песенный фольклорный жанр. Один из периодов старинного свадебного обряда. В своей работе я исследую более 80 образцов плача и невесты, записанных среди среднезовых и низовых чуваший. И выстраиваю некий единый шаблон, который позволял этим плачам существовать долгое время. И буквально в последние 70 лет они вышли из постоянного бытования. Моя научная работа как раз таки показывает, насколько эти плачи уникальны, насколько они интересны и содержат в себе чрезвычайно богатый мифологический фольклорный материал. Участницы этого же направления студентки Чебоксарского художественного училища фантазировали на тему костюма амазонок. Их работа о применении техники ткачества. Делаем сами все эскизы и сами потом выполняем эти костюмы. За годы существования фестиваля члены жюри рассмотрели более 14 тысяч научных работ. Свои исследования представили около 17 тысяч человек. Ольга Пырочкина, Леонид Алтухова, Бахтияр Велиев, Республика. Никотину нет. Сегодня всемирный день без табака. В столице Чувашии прошла ежегодная акция. Затянулся сигаретой в первый раз в седьмом классе. И затянула на два года. Алексей Максимов рассказывает, как победил пагубную привычку. Ребята потянули меня в школу самбо и зюдо здесь. Начал заниматься в восьмом классе уже самбо. Я понимаю, что курение не приносит мне каких-то плюсов. Именно влияние самбо помогло то, что, ну а зачем? Зачем? Каждый день туда приходишь, вместо того, чтобы курить, ты бегаешь, тренируешься. И потом у нас была даже сауна, мы отдыхали там, и было проще как-то снять стресс. Как отказаться от табака? Способов множество. Например, измерить жизненную емкость легких. Дышим только в трубочку. Ровно, спокойно. Только по моей команде будете делать глубокий вдох. Дышим. За пару минут можно узнать, действительно ли вы дышите полной грудью. Среднее значение жизненной емкости около 3,5 тысяч кубических сантиметров. Чем оно больше, тем больше кислорода поступает в организм. Она зависит от многих факторов, в том числе и от того, курит человек, не курит, какой образ жизни он ведет, занимается ли гимнастикой, болел или какими-то. Есть ли в наличии какие-то заболевания дыхательной системы, и не только могут быть и другие соматические заболевания. Показатель этот может меняться, над этим надо работать. Если самостоятельно бросить курить не получается, на помощь придут специалисты. В первую очередь нужно выяснить, действительно это привычка к табакокурению, либо это никотиновая зависимость. Для того, чтобы это определить, нужно обратиться к врачу-наркологу, опять-таки в БУ Республиканский наркологический спонсер по адресу Пирогова, 6, где уже можно пройти диагностику, психологическое консультирование, и все-таки найти корень этой проблемы и как с ней бороться. Последние годы курить становится не модно. В тренде здоровый образ жизни. Это подтвердил и вот такой опрос. Желтых стикеров на стекле значительно больше красных. Потому что я хочу быть здоровой. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Бахтиар Велиев, Республика. До 14 июня продлен срок приема документов на соискание ежемесячных государственных стипендий для выдающихся деятелей литературы и искусства Чувашии. Директор Национального музея, член комиссии по назначению государственных стипендий Ирина Меньшикова напомнила, кто может стать соискателем. Документы могут подавать организации, творческие союзы. Это могут сделать коллективы творческие. Это могут сделать трудовые коллективы или какие-то общественные организации на активных, выдающихся деятелей литературы и искусства. Это могут быть актеры-исполнители. Это могут быть художники разных категорий, скульпторы, допустим, живописцы. Это могут быть и поэты-писатели. То есть все, кто работает в сфере искусства и литературы, эти документы могут подать. К творческим деятелям в области музыкального искусства это тоже относится. Документы можно подавать в Министерство культуры, в отдел профессионального искусства и народного творчества. Принимаются они с 10 до 5 часов. То есть это время работы Министерства культуры. Более подробную информацию со списком документов, которые необходимо подготовить, можно ознакомиться на сайте Министерства культуры. Праздничный марафон стартовал. Сегодня у Монумента Матери появилась клумба с логотипом Первого канала. Такую клумбу будет сложно не заметить. У Монумента Матери высадили многометровую цифру 1 из бегуней и бархатцев. Цветочную композицию создавали ведущие федерального телеканала вместе с юными натуралистами города. Авторы программы «Дачные феи» в таких работах знают толк не хуже специалистов. Мы с октябриной телеведущей канала «Бобер» и одноименной программы, соответственно, мы принимаем участие в создании разных красивых арт-объектов. Вот сейчас этим арт-объектом является клумба в виде символической цифры 1. Это символ Первого канала. Первый канал – Всемирная сеть. Вот наш «Бобер», да, например, представляет по КВС. Мы называем такая аббревиатура. Клумба из цинерарии. Это растение очень долговечное. То есть это декоративно-лиственное растение. Оно не цветет. Поэтому не нужно за ней ухаживать очень скрупулезно. Она очень минимальна в уходе. И всегда на возвышении будет видна жителям города. И я думаю, что она будет в полном цвету в августе месяце, как раз во время торжеств. 1 июня Чебоксары станут городом детской мечты. В программе благотворительной акции более 20 мероприятий. Так в парке «Пятисотлетия» откроется детский городок Чебурашка. На стадионе «Олимпийский» пройдет футбольный матч между чебоксарскими командами и сборной звезд. Сюда же прилетит на вертолете Леонид Якубович, чтобы подарить детям 550 «Эскимо». Самый популярный вопрос мне сейчас все задают. Почему мы приехали именно сюда, в Чувашу? Ну, потому что у вас 550 лет. Не каждый город празднует такие круглые даты. И нам было приятно приобщиться. То есть у вас праздник, у нас праздник, у детей праздник. У всех праздников тройной праздник. Получается, здесь это тройная эмоция, тройная радость, тройное волшебство. А мечты точно сбываются. Мы это знаем, мы в этом году тоже каждый раз перед тем, как приезжать в город, мы тайно наведываемся сюда и узнаем, о чем мечтают, о чем хотят конкретные дети, которым мы потом эти мечты исполняем. Собственно, у нас несколько машин и мешков вообще с подарками. Столица республики стала 17-м городом, где Первый канал проводит подобную акцию. Ирина Волкова, Дмитрий Ковалев, Республика. И еще одна важная информация. 1 июня в столице республики изменят движение общественного транспорта. В Чубаксарах в центре в день защиты детей ограничат движение автобусов и троллейбусов. С 21 часа до Полуночи 1 июня по проспектам Ленина и Московскому, улицам Карла Маркса, Калинина, Константина Иванова, композиторов Воробьевых, Ленинградской, Ярославской, Президентском бульвару и Красной площади. Маршруткам проезд по этим участкам разрешен. Также с 20 часов до Полуночи 1 июня будет запрещен проезд в районе залива по Дамбе, улицам Сергея Радонежского и Ярославской. Общественный транспорт будет работать до Полуночи. С 1 июня будут действовать ограничения и на проезд автомобилей на стоянку. С 22 часов 31 мая и до Полуночи 1 июня будет запрещена стоянка в центре города по Президентскому бульвару, Ленинградской улице, в районе Красной площади, а также на парковках парка 500-летий Чебоксар, кадетского корпуса детсада номер 8. Далее правовые новости от компании «Гарант». А я с вами прощаюсь. Хороших вам выходных. Многодетные семьи смогут рассчитывать на компенсацию от государства, если они взяли или еще только возьмут ипотеку. Законопроект об этом 28 мая Госдума одобрила в первом чтении. Согласно нему, семьи, в которых 3, 4 и так далее дети, родились после 1 января 2019 года, смогут рассчитывать на финансовую помощь в размере 450 тысяч рублей на погашение ипотечного кредита. Программа будет работать на федеральном уровне. Ей смогут воспользоваться все многодетные семьи, независимо от того, как давно у них оформлен ипотечный кредит. Планируется, что она будет распространяться как на готовое, так и на строящееся жилье. Компенсация многодетным части ипотечного кредита – одно из поручений, о которых президент России говорил в послании Федеральному собранию, наряду с расширением программы «Льготные ипотеки для семей с детьми». Напомним, родители, у которых с 2018 по 2022 год родился второй ребенок или последующий, имеют право взять ипотечный кредит на покупку квартиры в новостройке по льготной ставке 6%. К другим новостям. Роспотребнадзор напомнил, что платные медицинские услуги представляют собой дополнение к гарантированному объему бесплатной медицинской помощи гражданам. Предоставление платных медуслуг осуществляется при обязательном наличии у медицинского учреждения лицензии на каждый вид деятельности. Потребитель вправе потребовать ее копию с приложением перечня работ для ознакомления. Также потребитель может потребовать для ознакомления копию учредительного документа медицинской организации. Договор о предоставлении платных медицинских услуг всегда заключается в письменной форме. Договор должен содержать сведения об исполнителе потребителя услуги, информацию о перечне предоставляемых платных медицинских услуг, их стоимости, сроках и порядке оплаты и иных условиях, определяемых по соглашению сторон. Качество платных медицинских услуг должно соответствовать условиям договора.